Подхожу к Блошиному рынку. Тишинка, дом один. Не была очень давно. Что-то меня там ждёт. Так что, дорогие друзья, беру вас с собой. Здравствуйте, дорогие друзья. Я с вами иду на Блошиный рынок. Смотрите, как всё переделали. Что нас там ждёт. Вход уже в другом месте. Самый мой любимый рынок. И всегда я здесь была раньше со своими подружками, с двумя Галинами. К сожалению, в этот раз их нет. Вот здесь много всяких видоизменений. Раздевалка прямо здесь. А входной билет до двух часов можно не покупать. Ура! Он хоть и недорогой, но поняла все эти изменения, потому что не так много народу. И многие отказались. Площади свободные. Раньше всё было забито. Сейчас уже народу меньше. Ну что? Мне нужно купить... У меня есть чашка одна. Мне нужно к ней купить блюдце и тарелочку. И я иду смотреть. Ну вот что у нас здесь. Начинается всё вот с такой красоты. При входе. Да, народу не так много. Что-то прям знакомое. Здравствуйте. Здравствуйте. А что это вы без вывески в этот раз? Скромно. Скромно. Нет, у нас там написано «Болмаршэль». А где? У нас очень длинный. Очень длинный. Вот написано «Болмаршэль». А, вот всё-всё-всё. Все вокруг. Да, а то я прямо удивилась. Так, «Болмаршэль» на месте. Отлично. Как вот без вас, да, теперь? Я вообще не представляю. Видите? Такой антиквариат, антиквариат, антиквариат. Ой, какая красота. А как вам нравится такой вот для рюмочек? Прелесть какая. А вот посмотрите, какой огромный поднос. Здесь аж под гуся можно. Посмотрите, какая красота. О, отлично. Здесь столько красиво старинного дерева всегда. Такая красота. Ну, буфетов старинных, что-то я здесь не вижу в этот раз. Но всё равно вот дерево. Посмотрите опять, какой стол. О-о-о. Посмотрите, какой стол. С какими ножками. Какой красивый резной. А вот для визитниц. Сейчас всё-таки посмотрим с другой стороны. А посмотрите, какой кашпо. Ну, вот здесь металлическое кашпо, а вот это вот керамика. Ну, просто вообще потрясающе. Ой, и дубы. Ой, какая прелесть. О-о-о, и дубы. Посмотрите, какая прелесть. Кофейные чашечки. Золотые розетки. Вот замечательная чашка. Сейчас мы посмотрим, что это. С блюдечком. Сказка. Ну, тяжёленькая она. Мне кажется, это не фарфор. Кофейные чашечки. А вот посмотрите, какая прелесть. Ох-ох-ох. Пишите, подпишись. А то мы боимся чистые. Пишите, не прошу. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Вставляете? Неожиданно меня окликнула моя подписчица. Ну, блошиный рынок мне преподнёс очередной сюрприз. Сниматься Леночка не захотела, но я воспользовалась моментом и задала ей множество интересовавших меня вопросов. А вы не хотите... Вас, кстати, как зовут? Елена. Елена, не хотите, вот мы вместе будем собираться тоже там принять участие? Например, если будет, то на новогоднем каком-нибудь. Где-то на выставке, где-то, да? На плашином рынке. На плашином рынке, да? Если на новогодний будет, ещё... Я напишу вам тогда на ваш канал. Да. Да? Я просто подумаю, и как это... И дам вам свои координаты. Можете мой записать сейчас. Я просто с собой... Ну, если нет, ладно, напишите. Не надо, не надо, всё. Я очень рада вас видеть. Очень рада. Ну, а вам-то что больше нравится? Именно плашином рынке, да, вам? Ну, да. То есть мои сады вас не интересуют? Ну, сады меньше. Я, конечно, тоже на даче выращиваю, я там петочки, всё такое есть у меня, да. Вот. Ну, вот я собираю паркур. Я не совсем паркур, а вот и статуэтки. А вообще, конечно, я просто смотрю, красиво. А вот, кстати, статуэтки, да, я тоже ради писата в основном прикажу. Вы статуэтки собираете, вот коллекционируете. С какой целью? С какой целью? Я просто смотрю на них, одного оторваться. Вот вы ставите дома, но у вас, наверное, уже всё заставлено. У меня всё заставлено. Я купила, я купила в витрину. То есть, у меня расчет не в шкафу. То есть, пока есть куда ставить всё. А вообще, в дальнейшем, вы кому-то передадите... Ну, сыну, внука. Да, внука. Я просто... Или будете продавать? Нет. Я об этом не буду продавать, я бы не хотела. Просто мне всегда интересно. Я вот сейчас подошла к такому моменту, когда ставить некуда. У меня уже сын возмущён тем, что это самое... Прям готов всё выбросить. Вот. И я просто... Мне интересно, а с какой целью вот люди собирают? Так что мне уже ставить некуда. Ну, с какой? Для дачи, я понимаю, для дачи я пользуюсь, да? Ну, чашки с блюдцами, это чай попейся, это святое, да? Кофе не пейся. Ну, так что можно применить что-то такое. Да, то есть, применить. А так? А так вот, конечно, статуэтки, на них можно только смотреть и любоваться. То есть, они неприменимы. Неприменимы и много. Вот что, вот эту коллекцию. Ну, вот я любуюсь. Мне просто... Когда ты знаешь, что девочка, девочка интересуется, внучка, например. Ну, ладно. Ты чётко знаешь, что передашь... Она пытается с ними залезть, но у вас в 5 лет я ей не разрешаю. А, ну, у вас есть кому, понятно. Да, ну, вот эта девочка, котенька, говорит, трогать не надо девочку. Когда ты вырастишь, то всё твои выходят, всё эти девочки. Вот мне всегда это интересовало. Ладно, спасибо большое. Ну, значит... Так, а нам с душу как-то это самое. Ну, вы напишите мне, я вам дам свой телефон. Я вам дам свой телефон, ничего страшного. Всё, да, встречи. Я Елену зову. Удачи вам, Леночка. И портсигар был, мы украли. И рюмочки такие. Рюмочки, конечно, очень красивые. Здравствуйте. Здравствуйте. Какая прелесть. Тоже красоту впитывает. Он работает. Да? Конечно. Конечно. В наше время нужно зарабатывать себе на корм. Это точно. Посмотрите, какая красота. Ой-ой-ой. И ландыши, и балерина. И яблочко. Воспоминания о Лете. Даже клубнички. А это чья у вас бижутерия? Вот эта вот. Америка. Да, всё. Вот это кто-то уже ушёл обедать. Вот это кто-то уже ушёл обедать. Нет, что-то не было. Какой красивый молодой человек. Молодой охотник. Ой. Смотрите. Какая потрясающая красота. Вазы парные. И охотник. Ой. Да. Красота. Такой чудесный охотник. И чей он? Это Розенталь. Германия. Гавария. Первый раз вижу Розенталь. Это прелесть. Стоит он 185 тысяч рублей. Очень красивый. Очень хороший. А вазы? А вазы Австрия. Начало 20-го, конец 19-го века. Стоит 100 тысяч рублей пара. Ой, какая приятность. Вазы парные. Да, я поняла, что парные. Коллекционные. Просто сказочные. И, конечно, я в первую очередь спешу увидеть стенд Пинки Винки. Это два поколения талантливых дизайнеров. Я всегда черпаю у них идеи для вдохновения и творчества. Вы помните, мы с Женечкой в кафе как раз обсуждали это, говорили про насмотренность, которая очень важна в любом деле для того, чтобы развиваться и идти в новую современную. Это самый мой любимый. Да. У меня даже, видите, там вот этот значок пожарного вегетранта в стиле поп-арт получается. Да, вы точно. Да, точно, точно. Все складывается удачно. Последний раз я вас видела, вы были у входа. А, это блажетырия. Да. А вы только здесь, да? Больше ни на каких выставках. Ну, да. Но Блашинки я вас не видела в доме. Нет, Блашинки я вот здесь. Нет, а в доме нету? Нет, в доме я не хожу. Я здесь рядом живу. А, понятно. Нет, ну, мы раньше ходили, как бы, другие выставки. Но вообще составили только эти. Ну, на мой взгляд, они такие самые интересные. Ну, самые художественные. Ну, да. Я как-то там ходила, смотрела другие выставки. А скажите, вчера интересно было открытие, да, с музыкой все-таки были, да? Знаете, что-то вот в связи с тем, что вот как-то у нас все-таки этот минус на груди как-то не очень, я бы сказала, как-то все прекрасновато. Я все-таки ломала голову сегодня прийти или вчера. Ну, чтобы ничего не потеряли. Денег тратить не буду. Да. А что новое у вас появилось? Ну, у меня вот новое... Последнее. Ну, знаете, у меня все вот как-то так вот смешалось в одном... По чуть-чуть. Да, ведь там чуть-чуть. Ну, вот как бы у меня вот такие вот, как бы, здесь вот какие-то основные, такие новые. Их больше, так скажем. Вот. Вещи. Да, вот эти книжки. Очень мне нравятся камеи. Вот у меня вот целое, как бы, такое вот камейское вот это вот выставка. Ой, вот это у вас камеи хорошо. Да, и сочетание, как бы, вот мне нравится сочетание старых камей, да, и новых серег вот здесь вот, да, вот эта старая камея, это где-то 30-40-е годы. И она может быть современными серегами. Ну, как раньше делали все вот художники, декоратели, как, не декораторы, а, ну-ну-ну, ой, кто искусством занимался, они в Америке. Их почему сразу как-то в штыки, потому что, казалось бы, непривычные материалы, они разделали, и их сразу в штыки. Поэтому это у них дизайнеры, вспомнила слово. И вот дизайнеры, они вообще, вот именно выше пилотаж, это когда соединять, не соединяем. Да, вот на контрасте. На контрасте, причем создавать общую великолепную картину, потому что, вы посмотрите, все равно какая картина, да, вот, казалось бы. Но настолько все оригинально, и, ну, это у вас ваша прям марочка. Да, но я хочу сказать, что на самом деле вот на контрасте еще появляется живость какая-то, такая экспрессия. То есть, это не просто вот что-то, а что-то прямо какое-то движение там начинает происходить. Да, да, да. Я не мог, ну, не как бы, знаешь. А раньше, я помню, у вас этот огромный был. Да, был кот. Нет, в шляпе он прям вот занимал. Ну да. Ну, 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 как, нормально. Ну, он взял, ну, где-то на полшу, и тут еще я там... Ну, желаю вам удачи, самое главное, здоровья, чтобы вы нас радовали, продолжали радовать. Нет, я бы, да, подожди. Потому что к вам прийти, а я сюда хожу, просто вот набраться... Ну, да, да, я тоже... И позитива, и я делаю, если помните, я там рассказывала, простейшие мусики, ну так. Но все равно я хочу вот, чтобы напитаться, из Белиберны тоже, из дешевых материалов, создать что-то потрясающее. Хотя вы используете и дорогие, на виду, из дешевых. Да, это более правильно. Но, может быть, и что-то, да. Нет, у вас всегда великолепие. Спасибо. А самое главное, что вы не теряете интерес к этому. У вас все равно все время это интересно. Ну, конечно, там уже есть всякие штучки с историей у меня появляются. Эту историю можно там как-то развить. Да, да. Что-то такое из этого интересное. Например, у меня вот, видите, старая такая подвеска, это 50-е годы. Вот я вот нею сделала серики, да. Ой, слушайте, правда. Надо же. Ну, вот мне так хотелось, очень. Вот я люблю вот такие вот живые всякие фигурки. Ну, хотелось что-то сделать. У меня вот здесь вот тоже, тоже такая вот балерина. И тоже у меня сделала где-то тоже как бы старенькая такая. Она старенькая, к ней такие балеточки. Да, да, они могут быть вместе, могут быть отдельно. В принципе, они уже какая-то вот здесь вот, какая-то тема закрутилась. Обожаю вас, обожаю. Просто считаю, что вы гениальны. Ну, хорошо, но раньше просто я за рулем буду, у меня нет возможности. Ну, вот посмотрите, да, вот история. Ну, как не история, все здесь. Ну, да. Ну, можно как-то даже помечтать, представить себе, какой-то образ, там, что-то, фантазию, такие вещи. Горческая фантазия. Не просто какая-то бусина, да, вот там, в нашей Индии, а это, в общем-то, что-то гораздо большее. Все, обнимаю. Удачи. Всего самого старого. До свидания. Это работа молодого талантливого дизайнера. Присмотритесь поближе к этим чудесным вещам. Может быть, скоро этот талантливый дизайнер будет очень знаменит. И эти вещи будут стоить огромные деньги. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Здесь я увидела столько интересного, что, конечно, в одном видео, в одно видео все не вошло. А значит, вас ждет продолжение. Желаю всем здоровья, светлой радости и удачи. До новой встречи, мои дорогие друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому